Очень внятный памятник, в какой связи он с Первой мировой войной, незаметно. Никаких ожидаемых эмоций в связи с этим историческим событием он как-то не вызывает. Мне тоже не симпатично. Но невнятный, невнятный памятник. Аналогии со склепом. Как-то ниша подавляет символ в середине, и, по мой взгляд, как-то они не стыкуются. Вот эта фамосфера, порушенная, широкого обзора, не посмотреть, в нее нужно войти. А для всеоглядного народного обзора она должна быть шире, разнесена, а тут все, значит, локально как-то. Невнятно, что там, как. Ну, целевому назначению для такого исторического события, ну, никак не соответствует. Не так видно солдатская масса, только командиры, офицеры на первом плане. А где основная человеческая масса, которые делают войну пораженческой или победоносной? Впереди командиры, офицеры. И женская фигура, осеняющая этих командиров христианским крестом, много аналогий не вызывает. Аналогий, связанных с войной, с военным подвигом, не вызывает гордость. Какое-то невообразимое скопление конных и пеших фигур. Не бойцы, не солдаты, а это вроде какая-то на драку, на бытовую засученные рукава. Вот, конские фигуры вместе с пехотинцами. Конные массы и пехота, они, как правило, находятся в отдельности. Таких вариантов быть не может. Часть в уловном уборе, часть без уловного. То ли он потерял в бою, то ли ещё что-то. Нет, и некоторые фигуры на рабочих больше похожи, чем на солдат. Может быть, стычка, значит, бытовая, стенка на стенке. И солдат напоминает. Автор хотел показать атакующий порыв, но, кажется, это не очень удалось. Он мелковат по эмоциям, но нет, не вызывает особо. Фигуры военных в награде размещены на скатке шинели. Такое впечатление на этом памятнике. На скатке это... Медали, георгиевские кресты на скатке шинели. Да, никогда не носились. Это незнание воинской этики. И винтовка носится на плече, свободном от скатки. На другом. Не на том плече скатка. Это верно. Нет, это тоже скомканно. Всё. Воинский эпизод этот слишком локально. И фигура плохо связана одной идеей. Это не бой идёт. Пинтовку не держат так. Она должна повёрнута быть. И опять скатка. Не на скатке. Неграмотно. Так, ну это не россияне. Это не памятник мировой войне. Кто, значит, автор создавал это, не верится, что он читал об этом историческом событии. Рельефы очень тёмные. Очень тёмные. Поэтому памятник видно, что война закончилась. И поскольку стоят в строю, и тут по стойке смирно. Опущенный флаг вызывает воспоминания про просание немецких знамён в Мавзолее. Фигура Ники из нерусской действительности. Она как-то вызывает отторжение. Другое дело, если бы это было из христианской религии. А Ника, вот, ну и с опущенным знаменем, как-то она не вписывается. Как-то не вдохновляет. Насеком, и, значит, спортивных штанишках нет. Ну вот то, что это Первая вировая. Такой памятник не кстати будет. Такой войне. Памятник должен быть во славу русского оружия. Да. А вот эти вот Мадонны совершенно не нужны. Не нужно этого, вот этого вот угасания какого-то. Вот это было потому, что там убивали. Не секрет, на войне вот случается, что и убиваются. Нужно что-то фундаментальное, да, во славу. Вот это мне больше как-то... Такое хорошее выражение лица вот у офицера, когда уже он бросил свой револьвер, и свинтовка идет в солдатском ряду. Да, я говорю, вот это мне как-то больше из всего, что я сейчас вижу. Поразнести ее более, чтобы фон был. Да, да, да. Чтобы видно было этот крест на первом. Этот более подходящий как-то и вызывает правильные эмоции. И как-то эти эмоции более, так сказать, многочисленный комплекс этих эмоций. Внизу, конечно, он подрезает частично как-то. А почему павшим? Ну, какой-то странный. Почему павшим? Мы что, на кладбище, что ли? Ну, на кладбище на соколь надо было ставить, тогда другое дело. Это же не кладбище. А на Поклонной горе, да. Значит, не павшим надо, а героям Первой мировой. А то как и на кладбище. Ну, во всяком случае, в конечном итоге он более выигрышен, чем те, которые мы вот сейчас посмотрели. Как-то он больше соответствует. Поклонная гора – это место такое сакральное, где чувствуют героев. А на кладбище плачут. Тут надо салюты давать. А тут павшим. И вот это вот. Что это такое? Павшим убрать. Просто героя. Я согласен, что снизу, с первоплана вообще убрать медсестру и раненую. Вот, вот это вариант. По бокам памятника, да, просится брельеф. Ну, одним словом, вот в том... Первый вариант по комплексу и по составу фигур воинов, офицер и солдата. И на фоне вдали креста, вот как вечной памяти, он наиболее полно соответствует вот сюжету, для которого он создается, историческому событию Первой мировой войны. Вот Листов Юрий Федорович, ветеран оборонной промышленности. Предки воевали мои во всех войнах, и в том числе с Наполеоном. И прадед мой погиб под Лейпцигом, значит, в Лейбгвардии, атаманском полку. И все остальные предки были в донских казаках, достойные защитники России. Шебек Алексей Михайлович жил в акетных войсках. Воспитан отцом, который, как вспоминал, 9 лет не снимал шинили. Поэтому с большим уважением отношусь к солдатам, к солдатской службе, к воинскому долгу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok